Владимир Иванович за нашу страну, за наш штат и за наш город. Вы знаете, когда мы говорим о молитве, об этом мы подразумеваем о молитве о людях, правильно? О людях, которые живут в нашей стране, в нашем штате и в нашем городе. Мы переживаем, потому что эти люди нас окружают, и эти люди бывают разные, которые к нам благосклонно относятся, которые нас ненавидят, люди, которые любят Господа, и люди, которые противятся Господу. И вот об этих людях мы обязаны молиться. Но вместе с тем, друзья, во главе этих людей находятся определенные правители. Я хочу поздравить вас с новым президентом. Я думаю, вы смотрели инаугурацию, смотрели речи президента. Я вам скажу, друзья, что я смотрел, и когда были дебаты, смотрели, вот в пятницу речь нашего нового президента. И эта речь меня немножко насторожила. Потому что обещаний очень много, как всегда. А как будут выполняться эти обещания? И поэтому наша задача молиться, молиться, еще раз молиться о президенте, потому что всякая власть в руках Господа. И от нас зависит, в какой стране мы будем жить. От нас зависит, друзья, не от Трампа. От нас. И насколько мы будем усердно молиться, настолько он будет правильно руководить. Во-первых, молиться о том, чтобы Господь дал ему покаяние. Затем молиться о том, чтобы Господь благословил. Чтобы он послал разум такой, который необходим для того, чтобы правильно управлять страной. Будем молиться не только за Трампа, но будем молиться за вице-президента Майкла Пенса. Это наш брат. Христианин. И я думаю, что Господь так устроил, что вот такому темпераментному президенту послал такого спокойного, уравновешенного вице-президента. Наверное, Трамп сам не ожидал, что у него будет такой помощник. Особую молитву, друзья, будем возносить за Майка Пенса. Я наблюдал, когда они были в храме, как вел себя Трамп и как вел себя Пенс. Друзья, молитесь. Молитесь, потому что от нас зависит то, в какой стране мы будем жить. Пусть Господь побудит наши сердца, чтобы мы молились. Молились дома, молились в церкви, молились в среду, когда мы собираемся для молитвы. Затем я, друзья, хотел бы, чтобы мы молились о людях в нашем штате. Не только о людях, но и о правителях. О нашем губернаторе, о Джерри Брауне. Друзья, мы много пережили. Наш губернатор подписал закон, против которого мы очень противились. Вот так называемых однополых браках. Этот человек живет уже в большей крепости. Немолодой человек. И мы переживаем тем, что происходит в нашем штате. Мы видим, что нас окружает. Поэтому будем молиться, друзья. Будем молиться о Брауне, о нашем губернаторе. Я бы хотел, друзья, чтобы мы особую молитву возносили о нашем новом мэре города Сакраменто. Чтобы мы молились за людей Сакраменто, но особую молитву за нашего нового мэра Дерил Стинберг. И знаете, друзья, это бывший сенатор, который был инициатором узыканивания марихуаны. Это по его предложению узаконили в нашем городе, в нашем штате марихуану. Особая молитва нужна об этом человеке. И на одной из встреч с мэром, когда он предложил вот эту вот препозицию, спросили, зачем ты это делаешь? этим ты губишь нашу молодежь. Знаете, что заявил? У нас много нарушителей закона. У нас много преступников. если мы узаконим это, у нас будет меньше нарушителей закона. Меньше преступлений будет. вы представляете, как люди рассуждают, которые находятся во главе нашего города. То есть, нужно разрешить курить марихуану, и таким способом будет меньше преступлений. Потому что, если нет закона, значит, тот, кто курит, тот преступник. А если в законе, значит, он уже не преступник. Он уже законно курит. Это ужас. Поэтому, друзья, нам необходимо молиться. Нам необходимо молиться. Одна из наших славянских девушек, одной из церквей города, попала в автомобильную катастрофу. И когда провели анализ, оказалось, что она курила марихуану. И когда ее начали спрашивать, ты же член церкви, ты верующий человек, зачем ты это делаешь? Она говорит, я не нарушила закон. В Библии не написано, что нельзя курить марихуану. Друзья, это большая проблема. Это страшная проблема. В одном из штатов узаконили марихуану четыре года назад. И когда провели исследование, статистику, до узаконивания марихуаны 17% молодежи курили марихуану. После узаконивания 38% стало курить марихуану. это смерть. Поэтому, друзья, я сегодня призываю всех нас обратить на это особое внимание. Да, мы молимся о себе лично, это очень хорошо, о нашем освящении, о нашем очищении, о нашей готовности к встрече с Господом. Мы молимся о наших семьях, о наших детях, и мы будем усиленно молиться о наших детях, особенно подростках, молодежи нашей, которые очень много искушений попробовать вот эту сигарету. Очень много искушений. Молодежь наша окружает те, которые делают это. То ли в колледже, то ли университете. Будем молиться, чтобы Господь поставил свою охрану, свою ограду вокруг наших детей, и будем молиться за всех детей, не только за наших, в которых очень много соблазнов, много искушений. Будем просить Господа, чтобы Господь защитил, чтобы Господь благословил. Мы молимся о нашей церкви, и это очень хорошо, и будем продолжать молиться, чтобы Господь все устраивал. Но особая молитва, друзья, мы будем молиться сегодня о нашем городе, о нашем штате, о нашей стране. Потому что такое состояние сегодня в нашей стране, что такого не было никогда. И это говорит о том, что мир идет к концу. Вы помните, как Господь уничтожил Содом и Гоморру? Не могу больше терпеть, Бог говорит. Не могу терпеть развращенный этот мир. Мы подходим к такому времени, когда Господь может сказать, не могу больше терпеть то, что происходит. Поэтому будем молиться, чтобы Господь наши сердца сохранил, наши семьи, наших детей. И чтобы Господь спас тех, которые нас окружают, которые не покоряются Господу. Я хочу, друзья, прочитать отрывок из одного письма, который написал пророк своим землякам, которые были в плену, которые находились в другой стране. Но он переживал за своих земляков. Слушайте, что он говорит. 29 глава пророка Иеремии, вот здесь у нас на первой странице. И кстати, я хотел бы, чтобы мы почитали и внутри вот здесь места, которые нас побуждают и будут побуждать молиться о нашем городе, штате и стране. Слушайте, что говорит пророк Иеремия. 29 глава 4 стиха, письмо, которое он направляет своим землякам. Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев. «Всем, кого я переселил, стройте домы и живите в них и разводите сады и ешьте плоды их. Берите жен и рождайте сыновей и дочерей и сыновьям своим берите жен и дочерей своих отдавайте в замужество, чтобы они рождали сыновей и дочерей и размножайтесь там, а не уменьшайтесь. И заботитесь о благосостоянии города, в который я переселил вас, и молитесь за него, Господу, чтобы при благосостоянии его и вам ибо при благосостоянии его и вам будет мир. Ибо так говорит Господь «Только я знаю намерения, какие имею у вас», говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, дабы дать вам будущность и надежду, и вы зовете ко мне, и пойдете, и помолитесь мне, и я услышу вас, и взыщите меня, и найдете, если взыщите меня всем сердцем вашим». Вы слышите, что говорит пророк, что пишет пророк своим землякам, за которых он переживает. И вы знаете, кто там находился в этом плену? Смотрите, в первом и втором стихе этой главы сказано, что там были старейшины, там были священники, там были пророки, царь, царица, евнухи, князья, кузнецы, плотники и весь народ. То есть пророк обращается ко всем людям, к разным сословиям, тех, кто оказался в плену. Обращается с тем, чтобы люди, которые находятся в плену, молились о том городе, где они находятся. обычно в плену людям тяжело, обычно в плену люди возмущаются. Пророк увещевает, уговаривает, посылает письмо для того, чтобы они молились о благосостоянии того города, хотя они находятся в определенных стесненных обстоятельствах. Друзья, мы сегодня находимся в свободной стране, но в стесненных обстоятельствах. Мы находимся в свободной стране, но в стесненных обстоятельствах, потому что те обстоятельства, которые нас окружают, они нас давят. Они нас очень давят. Там мы переживали о том, чтобы сохранить нашу жизнь от тех, которые преследовали нас. Здесь на нас давит грех. Во много раз в большей степени был там. Там мы не ощущали, мы воспитывались в верующих семьях, мы понимали, что это нельзя делать, то нельзя делать. Нас так учили с детства, и мы не делали этого. Здесь же все наоборот. То можно найти это можно, и то, и это не грех, и то не грех, и ничего не грех. Как никогда, друзья, нам необходимо молиться. И здесь пророк говорит об этом. И вас зовете ко мне, и пойдете, и помолитесь мне, и я услышу вас. Вы слышите? Господь услышит, обязательно услышит. Но вот проблема одна в чем. в том, что мы пренебрегаем простите молитвой. Мы утром быстренько помолились, мы перед пищей быстренько помолились, мы вечером быстренько помолились, потому что уставшие. Время полетает, и мы летим, и у нас нету времени молиться. Друзья, это наша проблема с вами. Проблема в том, что мы не молимся, простите, но это так. Мы не молимся, у нас не хватает времени для молитвы, нам на все хватает времени, но для молитвы нам не хватает времени. И поэтому мир рушится, потому что верующие последнее время ослабели в молитвах, верующие не молятся. Пусть Господь простит нас, пусть Господь благословит, чтобы мы услышали слова пророка, и вас зовете ко мне, и пойдете, и помолитесь, и я услышу. Господь не слышит, потому что мы не молимся. И взыщите меня, и найдете, если взыщите меня всем сердцем вашим. Друзья, не на спеху молиться, но взыскать всем нашим сердцем. мы переживаем много проблем, потому что мы не молимся. У нас трудности, потому что мы не молимся. Слово Божие говорит, друзья, Слово Божие сегодня призывает каждого из нас уделить особое внимание этому служению. молиться, молиться, еще раз молиться. Это то оружие, которое мы можем сегодня применять в полную силу, в любое время, и днем, и ночью. Поэтому пусть Господь благословит нас в этом. Молиться за нашего президента, молиться за нашего губернатора, молиться за нашего мэра, чтобы Господь спас их. И если они будут спасенными людьми, тогда и люди, окружающие их, и те, которые будут рядом с ними, будут правильно поступать, будут правильные законы принимать, будем молиться за Конгресс, будем молиться за Сенат. Это важно, друзья. Я знаю, я понимаю, я такой же самый. О них почти не вспоминаем никогда. Мы молимся о своих проблемах, мы молимся о своих нуждах, мы молимся о своей семье. Да, изредка мы молимся о церкви, о стране, о штате, о городе, мы почти не молимся. Поэтому обратим особое внимание на этой неделе. Хотя бы на этой неделе. Но я бы просил, чтобы мы не только на этой неделе, но постоянно молились. Здесь Слово Божие говорит, и вам будет хорошо, когда вы будете молиться о благосостоянии города. Пусть Господь благословит нас в этом и поможет, и побудет наши сердца молиться об этом. Аминь. Давайте помолимся. Помолимся. Аминь. 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 Отче Небесный и Праведный, мы поклоняемся Тебе. Мы благодарны Тебе сердечно за то, что Ты Отец любящий, за то, что Ты Отец прощающий. И сегодня, Господи, мы сознаем, что мы не все делаем так, как Ты нам повелеваешь. Поэтому я Твоей милости прошу, Господи, прости за это. Прости за это, за то, что я редко молюсь. Прости за то, что я мало делаю для того, чтобы Твоя милость, Твоё благословение, Твоя благодать почивала на людях, окружающих меня. Прости, Господь, нас всех, что мы мало молимся за страну нашу, за штат, за наш город, за правителей, за людей, которые нас окружают. Господи, прости нас и помилуй. И сегодня мы просим, чтобы Ты благословил нас. Благословил нашу страну, наш штат и наш город. Нашего президента, нашего губернатора и нашего мэра. Господи, ради Иисуса Христа, ради крови, пролитой на кресте, я прошу Твоей милости на их сердца, на их души, на их умы, чтобы Ты их просветил, чтобы Ты их умудрил, чтобы Ты их наставил, чтобы они правильно управляли народом, который живет в этой стране и штате и в городе. Господи, в разуме и наставил, а нас в разуме на то, чтобы мы молились постоянно. Господи, Ты скоро придешь, шаги Твои слышны. Приготовь нас к встрече с Тобой, приготовь наши семьи, наших детей, нашей церкви. Благослови нас в этом, храни нас в этом и доведи нас до вечности. Услышь теперь нас и будь прославлен за все вечный Бог, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.